Доброе утречко вам из Закарпатья! Сегодня воскресенье, ночью и утром шел дождик, сейчас тоже он моросит. И в общем все планы он нарушил, поэтому будем сидеть дома, готовить обед, заниматься домашними делами. И если повезет и закончится дождь, где-то погуляем на природе. А вообще в планах было поехать виноградов на базар и на оптовый рынок хвойных растений. Ну какой же ж тут оптовый рынок, если идет дождь? Обед буду готовить с запасом. Видите, разделила один кусок мяса на два разных блюда. Вот это вот сейчас пожарю просто на сковородке с луком, а вот это стушу и сделаю как бы заготовку для плова. Пусть будет, чтобы потом лишний раз не возиться уже. И сейчас порежу овощи и еще сделаю... А, еще же сделаю самое главное. У нас же грибы. Вчера почистили, я их отварила. Сегодня поджарю с луками и со сметанкой. И бульончик вот там варится куриный. Значит, будет обед у меня такой с запасом. Ну хотя бы дня на два, но хотелось бы, чтобы на три хватило. Мясо мы вчера купили в Мукачево на рынке. Вчера ездили туда присматривать себе печечку к чугунную буржуйку и зашли на базар за мясом. Ну и цены же там тоже интересуют, интересные. Ну что вам сказать? Дороже, чем в Одессе. Вот Одесса, казалось бы, все говорят, самый-самый дорогой город. Но, тем не менее, мясо дороже. Процентов на 30. Говядины там вообще нету. В одном месте увидели телятию, но, правда, красивую, но, правда, по 350. Но это ж вообще немыслимо. Не едят они, видимо, там говядину или производят, не знаю. А мы особо к свинине, наоборот, не привыкшие. Предпочитаем хорошую говядину молодую. Но придется здесь, видимо, переходить на свинину. Особенно я для плова как бы свинину не люблю. Но, что ж, другого нету. И рыбу. Хотели взять рыбу, так увидели, что продают живую рыбу. Хороших таких карапов, жирненьких, крупных. Рыба по 145. Прикиньте, у нас такие карпы в Одессе по 120. Вот последний раз, когда, крайний раз. Не люблю это слово, крайний раз. Ну, как бы... Кстати, напишите, как вы относитесь к слову, крайний раз, к этому словосочетанию. Вот я его вообще не приемлю. Вот тогда, когда были в Одессе на рынке, то карпы такие у нас были по 120 гривен. А здесь 145. Ну, вот такие вот цены в Мукачево. Проверим, что здесь с бульончиком. О, какой красивый, прозрачный. Янтарный, желтенький, классный. Морковку туда. Пусть теперь томится еще с полчасика. А здесь уже прожарился лук с морковкой. Сейчас для плова. Сейчас тоже сюда кину мяско. Утятница свекрухина пригодилась. Лежала у меня. Ну, чтобы не покупать казантов, забрали ее сюда. Сколько ей уже лет. Вот как вышла замуж и приезжали туда к Юркиным родителям. Я все ее помню, что она в ней готовила жаркое. Ну, в общем, так. Вот такая судьба у утятницы. Думала ли она, что она через 30 лет своей жизни на Днепропетровщине, наверное, даже больше, чем 30, переедет в Одессу, а потом аж на Закарпатье. И еще послужит Куйбышев. По-моему, уже и города такого нет. Вот так вот вещи есть, а людей уже нет. Что-то вспомнилось. Может быть, потому что завтра очередная годовщина у свекрови. Ну и мяско пошло. А там Юра что-то сверлякает. А, это что он доделывает? Вешалку нашу рабочую. Ну, а я накормлю его вкусненько. А вот тут моя помощница, которая ходит и пылесосит, ни одной крошечки на полу не пропустит. Да, Аделька? Юра как всегда ворчит, но однако делает свое дело, тем не менее. Вы говорите, Юра у вас такой спокойный. Между прочим, у Юрки такой темперамент огонь. Это я вам просто острые моменты стараюсь не снимать. Да, Юра? Улыбается. Ну, действительно, бывает, что ты делаешь, это вокруг аж искры летят. Вот такой вот спокойный. В такие моменты ему под руку лучше не попадаться, поэтому я стараюсь обходить его стороной и не трогать. спокойный, спокойный. Юра, я все про тебя рассказала, что тебе под горящую руку лучше не попадаться. Да, Аделя? Юрке лучше не попадаться. Хотя тебе-то все равно, он тебя любит в любом случае. Ну что, обед, в принципе, готов. Грибы пожарились. Бульончик сварился. Заготовка для плова тоже готова. Сейчас еще почищу картошки на пюрешку. И будет отлично. А, еще ж мяско пожарено. И вешалка для рабочей одежды готова. Видите, какая получилась? Аделя, а что ты живешь? Она уже все съела, Юра. За секунду. Зубочистка такая собачья, казалось бы, твердая, а это сгрызает все. Ай да викуся, ай да молодец. Мяско, бульончик, пюрешка с грибами. Гарна господиня. Хотя нет, не так. Дубль два. Файна газдыня. Смачного, куханый. Дякую. Дякую. Навзая. После обеда дождь кончился, но теплее не стало. Но тем не менее, мы все равно пошли гулять. И в этот раз мы пошли уже за село. Мы уже гуляли как-то этой тропинкой. Вот здесь эти старые заброшенные коровники. И я знаю, что там дальше дорожка уже заканчивается. Сколько там железа на крыше шумит полуоторванного. Заканчивается дорожка. И уже, наверное, будем возвращаться. Вот за этим старым строением. Это что-то такое. Ну, в общем, не знаю. Что-то сельскохозяйственное. Аделька, не спеши. Я хочу показать тебе, какая-то у нас модная. В пикселях вся. И в сердечке жовто-блокытном. Что там, Юра, грязно, да? Эх, ну что же делать. После такого дождя, конечно, там уже не пройти. Юра углубился по какой-то такой узенькой тропинке вовнутрь. Вглубь кустов. Говорит, может быть, там грибы найду. А я тут хожу, букетики собираю. Сейчас вы мне опять скажете, Викусик какой-то гадости нарвала себе. Ядовитый, аллергенный. Типа золотарника. А то много было таких комментариев, что золотарник и ядовитый, и так далее. Но, возможно, он и аллерген, но он не ядовитый точно. А аллергии у нас на него нет, так что желтый, яркий, пусть стоит. Какой ветер. А то, что он очень вредный для самой земли, для окружающей среды, для растений, вот это 100%. Но так он для человека, если у него нет аллергии, не ядовит. Это я про золотарник, если что. Остатки тут этой колючей гадости. Она прям везде. Заросли ежевики. Ну что? А, орехи там есть. Покажи. Ну, можно прийти, орехи собрать там. Орешник заброшенный. Вон куда уже далеко ушли, пока я тут с цветочками задержалась. Зато у меня букетик вот какой славный. Полевой. Главное, чтобы тут из кустов какой-нибудь голодный волчара не выскочил. Или такой медведь. Привет. Слушайте, ну как тут классно все-таки гулять. Я тебе скажу, намного лучше, чем по селу гулять. Мы там уже, конечно, нагулялись. Ты куда так сорвалась? Охранница. Кого там она увидела? Зайца? А я вспомнила, как я тогда косулю увидела. Помнишь, когда мы в прошлом мае гуляли? Ты на карьере, да. Я гуляла сама. Юра уехал с Аделькой. Ему там надоело. А я цветочки собирала, как всегда. И вдруг вот так вот вижу, тень такая. А это... Аделя, это что? А это косуля промчалась. Я так ее близко увидела. Конечно, я сначала перепугалась, а потом думаю, ну это же косуля. Просто косуля. Дорога резко свернула налево. А тут заросли злаков. Посмотрите, как красиво. Ну вот чисто сады Питера-Удальфа. Новая волна. И тут оказался очень заросший сад. Не знаю, заброшенный он или не заброшенный. Но вот факт тот, что тут, по-моему, черешня, насколько я вижу. Юра говорит, что, скорее всего, что заброшенный, потому что все деревья не подрезанные, не обрезанные и довольно одичалые. Хотя видно, что когда-то они формировались и стоят такими ровными рядами. Дорожка такая себе идет, идет. Вот там второй кусок сада виднеется. Вот. Черешня, да. А там что? Представляете, с весной гулять, когда этот сад весь цветет? Заброшенный, заброшенный, но цветет он, наверное, шикарно. Ах, какая красота! Какая свобода! Вы мне когда-то уже говорили, как называется эта фактурная колючка. Но вот я опять забыла. И, в общем-то, все. Обещаю вам поставить программу «Определитель растений». Хотя живое общение, оно ж интереснее, согласитесь. Смотрите на эту Адель. Адель, вернись! Вернись, забудешься! Ага, испугалась! Бесстрашная! А я все мылуюсь своим букетом полевым. Юра говорит, что это яблони. Потому что пошел туда, рассмотрел. Но, наверное, яблони. Да, он даже яблоки какие-то несет в руках. А этой все не имется. А его, если почистить, да? Хе-хе! Ага, яблони. Горизонтальная стабилизация. Ну и на этом на сегодня все. До следующих видео. До следующих наших закарпатских хроник. А после прогулки очень хорошо заходит чашечка горячего вина. Хроника. Продолжение следует...